МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас под них попало более 400 юридических лиц, порядка 200 граждан нашей страны. Мы предоставляем широкие полномочия нашему президенту, правительству Российской Федерации, для того, чтобы наша страна была защищена, была защищена экономика, были защищены рабочие места. Как говорят в Госдуме, у президента и правительства появляется мощное политическое оружие. Они будут вольны выбирать, какие ограничения вводить в ответ на недружественные шаги из-за границы. Нормы сформулируют так, чтобы исключить указания конкретных отраслей или товаров. Учтут и почти 80 экспертных замечаний. Больше всего дискутировали по поводу лекарств. В итоге решено, их ввоз не запретят. Есть целый ряд лекарств, которые мы не можем пока производить и заместить, а они жизненно важны. И не допустим, чтобы при прохождении принятия тех или иных мер был лоббизм с каких-то крупных государственных или частных корпораций. Мы должны принимать санкции не в интересах кого-то, а защищая наш рынок, наши жители. Тем россиянам, которые способствуют введению санкций, может грозить тюрьма. Депутаты принимают необходимые поправки в уголовный кодекс до четырех лет колонии за исполнение американских норм на территории России. Если та или иная компания или физические лица считают возможным воспринимать эти указания из Вашингтонского обкома на территории нашей суверенной страны, то это должно быть уголовно наказуемое деяние. Практически готов написать заявление в полицию вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Он как раз в санкционном списке США, и такой клиент российскому банку якобы не нужен. Банк непрозрачно намекает, что неплохо было бы, если бы я закрыл свои счета в этом банке, поскольку нахожусь в санкционных списках, и это плохо влияет на репутацию этого банка. В соответствии с Вашим предложенным законопроектом могут быть применена уголовная статья к руководству этого банка. Чтобы защитить Ваши права, Игорь Владимирович, как гражданина, мы принимаем соответствующий законопроект. Теперь любые противоправные действия в отношении Вас, касающиеся того, что Вы находитесь в санкционном списке, будут караться уголовным наказанием. Спасибо, что смотрели, подпишитесь на канал, оставляйте комментарии, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok